Жители дома на Лермонтово, 45, намерены довести разбирательство со своей бывшей управляющей компанией до конца. Еще в начале месяца сотрудники Солидарности, которая управляла домом, демонтировали все железные ограждения во дворе здания, решетки техэтажа и комнату консьержки. Свои действия они обосновали тем, что собственники отказались от Дому права в пользу другой организации сферы комфорта. Однако у жителей, как они рассказали, были на то свои причины. О них мы рассказали ранее в нашем материале. После его выхода в эфир, жил надзор республики провел свою проверку по отношению к компанию «Солидарность». Что стало итогом проверки и смогли ли жители перевести свой дом под управление другой компанией, узнавала Саргалана Захарова. Видно, что срезы были, но они, по крайней мере, покрасили, а кафель они так и оставили черным, не заменили. Наталья показывает следы демонтированной решетки техэтажа. В начале месяца ее срезали сотрудники управляющей компании «Солидарность». После работ на перилах остались зазубрены от бывшей решетки и черные пятна на стенах от расплавленного железа. Вместе с ней забрали с собой работники компании и ограждения тротуаров во дворе. На кадрах, снятых жильцами, один из рабочих объясняет, почему они проводят демонтаж. Жильцы требовали, значит, если мы с вами остаемся, значит, вы нам делаете вот эти ограждения, делаете консержки. И только мы это все сделали, тепло запустили, сразу же, значит, проводятся собрания или как это все, или поделываются эти регуляции. И появляется сейчас переход в другую управляющую компанию. О переходе в другую управляющую компанию жильцы начали задумываться еще весной. Отношения с бывшим управдомом, по их словам, не сложились. Слишком часто и были к ним нарекания. В конце концов, дом все-таки перевели на баланс другой организации. При передаче инициативная группа и новые хозяйственники провели осмотры имущества, многого не досчитались. В том числе и фильтров, которые должны были быть установлены в бойлерной. Стояли сами корпуса только, а вот эта вот сетка, которая именно не дает пройти грязи в квартире, она отсутствует. Вообще не было, просто корпус стоял. А решить проблему с грязной водой, как говорят жильцы, они не раз просили солидарности, но помощи так и не дождались. С начала работы нового управдома прошло несколько дней, и пока делать какие-то выводы вроде бы рано. Но жители уже спешат поделиться своими впечатлениями. Теперь из кранов бежит чистая вода. У нас сейчас лежат коврики везде, чтобы люди не падали. У нас, значит, стоят доводчики. У нас утеплен холл. Прошлую зиму мы очень страдали, мучились. Свой вердикт вынес и жил надзор. После выхода в эфир нашего материала о демонтаже железной конструкции, ведомство провело документарную проверку, по которой выяснило, что при передаче дома застройщикам солидарности конструкции вправду не было, но и подтверждающих право владения ими документов тоже не оказалось. Мы не смогли выяснить, по каким источникам они приобрели это оборудование и установили это оборудование. Следовательно, здесь, если собственники не согласны с действиями управляющей компании, они вправе для защиты своих законных прав и интересов обратиться в судебные органы. Мы попросили высказать свою точку зрения самих представителей компании «Солидарность», но на наше предложение ответа, к сожалению, не последовало. Теперь, каким образом разрешится ситуация, покажет время. Сарклана Захарова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.